Итак, сегодня у нас в программе Nginx, как и все остальные встречи, которые я провожу в последнее время. Итак, Nginx у нас уже стоит с предыдущего занятия. Что мы вначале хотим сделать? Мы хотим научиться ставить модули для Nginx. Так как у него нет поддержки динамически загружаемых модулей, то эта задача чуть более сложная, чем в Apache. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится знать, какие модули уже установлены. Мы можем это сделать, выполнив команду Nginx-V. Хорошо видно? Отлично. Отлично. Вот здесь такая целая куча модулей. Что нам из этого нужно? А, ну, естественно, можно посмотреть версию, что нам тоже пригодится. Сейчас установлено 1.4.6. И эти вещи нам нужно сохранить в файл. И пойдем в папочку root. Итак. Я правильно сделал? Видимо, да. Итак. Отлично. Это первое, что нам нужно. Второе, нам нужны исходники. Потому что нам придется перекомпилировать Nginx с дополнительным модулем. Соответственно, исходники модуля нам тоже нужны. Я уже скачал. Где можно найти? Найти можно вот здесь. Nginx.org, касая черта, download. И тут есть все версии. Но нужно обратить внимание на расширение. Потому что то, что .zip, это Nginx для Windows. Что нам не нужно? Нам нужен, соответственно, tar.gz. 1.4.6, да, версия? 1.4.6, да, tar.gz. Скачиваем. Скачиваем с помощью команды vget. Vget. URL. И оно здесь. Распаковываем. Затем распаковываем наш модуль. Идем в папочку с Nginx. И конфигурируем. С помощью части вот этих вот, то что мы получили. Нам нужно все, кроме ADD модуль. Тут есть какие-то Debian модули, без которых, я думаю, мы можем прожить. Копираем. Копираем. И пишем. И теперь такие делаем. От модуль наш. И она нам конфигурирует. Мы указываем с помощью, не знаю, атрибута от модуль, путь до директории с нашими исходниками модуля. А там конфигуриру help можно посмотреть эти модуля? Не перечислены? Конфигуриру... Прям в обычном меню, Саша. Так, я запутался сейчас. Конфигурирует, по-моему, скрипт, я не верю. Автоплазовый. Нет, минусовый. Я с ним плотно не работал. Это скрипт, это не утилита. А попробуй это самое. Окей-карегулирует. А сам скрипт? Вот он. Вот он. То есть он поставляется вместе с исходниками Nginx. Соответственно, у нас не собралось, потому что не сконфигурировалось, потому что он хочет какие-то штуки про GD. Так, а для этого нам нужно применить. Либо мы можем, может быть, отключить какой-нибудь модуль, который связан с GD. Например, так, тут 2.3, по-моему, было. Кто-нибудь знает, как быстро перемещаться? Я теперь знаю, как попасть в начало в строки и в конец строки. Здесь в маке, видимо, это не работает. Давайте попробуем отключить один вот этот модуль и посмотреть, что получится. Все, получилось. Оно сконфигурировалось. Теперь мы мейкаем. Это количество потоков, если я не ошибаюсь. Это количество потоков, если я не ошибаюсь. Помнится, в прошлый раз было что-то про Абстримы. Да, я хотел спросить, но хочешь, наверное, сейчас... Да, но пока оно компилируется. Суть Абстрима в том, что ты даешь название Абстриму, в котором прописываешь несколько бэкэндов. И он их выбирает, по-моему, просто по очереди. Да, то есть, за счет... По-моему, просто по очереди, да, то есть, первый, второй, третий и так далее. Ну, как... Ну, как... Как там... Раунд Роби... Раунд Роби... Бросает... Раунд Роби... Раунд Роби... Раунд Роби... Раунд Роби... Раунд Роби... то, что он наделал, да, это соответственно меньше места, ну, то есть место съест. Ну, очистить наоборот. А что еще? Ну, то есть, может быть, тот человек, который захочет после тебя там что-то скомпилировать, он что-то сделает. Да, теоретически Майк Линн – это хорошо. А теоретически собирать из исходников плохо. А как нам Николай рассказывал уже. Итак, мы сделали мейкинстал и, наверное, можем сходу его сделать. И что мы видим? Я не сделал мейкинстал. Я не сделал мейкинстал, я сделал мейкинстал. По-моему, ничего не изменилось, да? И... Как бы понять? окей тогда пойдем другим путем ну похоже на мы сейчас можем сделать так вот ну 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 Вот уже похоже на правду и мы можем это дело проверить. И оно работает. Есть вопросы? Потому что я только что сделал. Чуть помедленнее про выполненные команды, это было слишком быстро. Был запустен свой конфигура, я только не поняла, то есть то, что он был запустен, я не поняла, как мы ему передали список параметров. Смотри, мы выполнили команду изначально nginx-v с тем nginx, который у нас уже установлен. И получили список параметров, с которым он уже преконфигурирован. Взяли список кроме модулей до момента add-module. Вот до таких штук. И добавили свой модуль, внешний. С помощью как раз команды последней, add-module и путь до директории с нашим модулем. То есть мы его просто, наш модуль откуда-то скачали, который мы хотим добавить, распаковали и при конфигурировании указали путь до него. Что мы передали? Мы передали в основном список, то есть какие-то параметры, типа путь до логов, там где лог файл, пид где хранить и список стандартных модулей. А, мы просто написали add-module и... Да, все, что мы сделали, мы выкинули лишние строки от модуль и добавили слою. Вот, естественно, после этого сделали make. А потом make install можно было и не делать, потому что и так у нас уже все установлено. Фактически все, что нам надо сделать, это заменить бинарник. Да, он, так как Anjinx монолитный, естественно, мы получили бинарник со всеми модулями уже сразу. И после этого мы подменили наш бинарник, тот бинарник, который был установлен ранее новым бинарником. Еще раз history, да? Да. Вот, мы нашли с помощью various.injinx путь до того, до бинарника. Он оказался у нас users being anjinx. На всякий случай мы сделали копию старого бинарника. Ну, не копию, а скорее переместили. Потом скопировали наш новый бинарник на место старого. Ага. И все, после этого мы запустили Anjinx и он у нас запустился. Ну да, то есть я до этого его остановил, а сейчас я его стартанул. И он нормально стартанулся. Они будут лежать там же, где и раньше. То есть, нет, ты конфидировал как-то новым links, там же получается все пути у него свои уже. Не совсем. Во-первых, не обновлял версию, а во-вторых, я взял существующую конфигурацию. Префикс, например, да, там путь до конфига, путь до логов, путь до пида. Я взял и те, которые уже были до этого. Получается, что я сконфигурирую его один в один с тем, что было до этого. Конфигуру и через... А если бы вам было слышно, вам бы только выглядел? Конечно. Это просто процесс компиляции, он никак не связан с запущенным процессом. Нет. А когда он запущен, да, Anjinx и он отрабатывает, вот. И у него, скорее всего, до конца есть какие-то активные процессы. Вот. Которые дедутся внутри него. И ты можешь сказать, что ты сейчас конфигурируешь его? Нет. Смотри. Я его не переконфигурирую. Я скачал исходники, которым, чтобы собрать бинарник, необходимо указать ряд параметров. И вот эта конфигура, она задает параметры для нашего будущего бинарника. и никак не влияет на то, что сейчас работает. Ага. Окей. То есть, конфигура фактически создает отдельный файл, по-моему. Да? Кто-нибудь сможет поправить. Что делает конфигура? А, он создает makefile. Вот. Вот этот вот файл, видишь? То есть, конфигура это просто скрипт, который создает makefile, в котором уже все расписано как надо, и утилита make использует в работе именно makefile. Далее, мы хотели посмотреть креширование. Но, зайдем мы как всегда немного издалека. Это наш базовый конфиг, который мы тогда использовали. У нас здесь указано root, то есть это директория, где лежат файлы сайта. Относительно этой директории мы можем задавать location, но это как пути. Соответственно, косая черта это корень. Здесь у нас сделано tryfiles. То есть, вначале мы пробуем открыть файл по url. URI это, видимо, то, что после косой черты. То есть, у нас домены имя, косая черта и путь до файла. Вот URI в данном случае это то, что там путь до файла. Вначале URI, потом URI с косой чертой. Если не находим, то 404 ошибка. Это, в общем-то, хороший вариант. То есть, Nginx будет пытаться отдавать все эти файлы, если не указано обратно. Мы в прошлый раз сделали настройку в fastCGI, где указывали, что вот все, что у нас заканчивается на .php, идет в обработчик. То есть, получается, Nginx при текущей настройке будет сам пытаться выдавать все, кроме файлов .php. Есть другой вариант. Если мы используем Nginx как Proxy, и у нас сзади есть Apache, мы сами не хотим ничего обрабатывать. Мы хотим все передавать. То есть, обратная ситуация. Сейчас мы выдаем сами все, кроме чего-то. А можно настроить так, чтобы выдавать кое-что из всего. То есть, все идет на Apache, но кое-что мы хотим сами отдавать. И в данном случае, например, это настраивается вот так. То есть, сейчас, допустим, у нас есть файл index.html, который у нас лежит в корневой директории. Если мы раскомментируем вот эту вот штуку, то получится так, что Nginx будет все файлы с указанными расширениями и пытаться искать в отдельной директории static. Expires это указывает как долго файлы валидны, что ли. То есть, как долго они не изменяются. Это нужно для того, чтобы файлы кишировались в браузере. Браузер будет по умолчанию считать, что 60 дней эти файлы неизменны. Понятно, что он их перепроверяет, но тем не менее, если мы отдаем статику, чтобы снизить количество запросов к серверу, мы указываем expires и браузеры пользователей хранят эти файлы все в кэше. Так, делаем небольшие изменения. Делаем f5 и файл не найдем. Ну понятно почему. Потому что файла index.html в папочке static нет. Я, может быть, немного путанно объясняю, но логика... Да, у него же окончание он входит html, правило то. Да. Поэтому, собственно, она у него не работает. Вот эти штаммы. Логика ISNA примерно. Ну, это опять же отступление. Типа примерно все файлы с этим... Регулярного выражения? Как-то... Крубо говоря, motry write в jindex. Ну, только не motry write, у него свой модуль, отвечающий за rewrite есть. Кэширование. Так как jindex это фактически прокси, и он стоит между обработчиком и клиентом, то кэширование оно как работает? Нужно получить результат исполнения чего бы то ни было. И... Сохранить это себе. И уже выдавать самостоятельно. То есть, получается, что первый запрос всегда уходит на обработчик, на backend. И уже начиная со второго запроса, jindex может сам выдавать. Почему лично я когда-то заинтересовался вот кэшированием? У меня изначально был настроен сзади пачка backend и вот эта вот конструкция, когда jindex смотрит статику в какой-то конкретной папке. Но у меня использовался мультисайтовый WordPress, когда файлы лежат в директориях, которые не совпадают с урлами, которые генерируют движок. Потому что по-нормальному в apache, то есть в htaccess прописаны правила для мод-рерайт, которые это все рерайт. Но он jindex-то об этом ничего не знает. Поэтому мне приходилось там каждый раз вручную менять путь до файлов до настоящего пути. ну я там не знаю у нас какое-то доменное имя касая черта, файлы и там название файлов. Но фактически это лежит там касая черта, файлы с один и касая черта и уже файлы. understand? Или не очень? Не очень понятно. Смотри. Допустим, у меня есть какая-то картинка. Она лежит как-нибудь мелковато. Ну, блин, я не могу увеличить. Файлы там 123 image.jpg Точнее, вот такие пути, например, Движок генерирует вот такой путь. Да? Image Ну да, в данном случае как бы это не принципиально. Он генерирует вот такой путь, но у нас есть один движок и множество доменных имен вот здесь. И фактически для каждого доменного имени созданы отдельные папочки. Там, касая черта один, image, да? Как-нибудь так, например. Для второго сайта там два. И вот эти вот соответствия обрабатываются за счет рерайтов. То есть физическое местоположение отличается от уровня, который генерирует движок. Генерирует движок таким образом, что у него изначально изначально урок или одинаково Ну, грубо говоря, да. То есть... Вот. А я-то хотел статику выдавать джинксам. Вот. Можно, то есть есть вариант... Кэширование Кэширование фактически, да. То есть один запрос будет уходить на апач. И там нормально обрабатываться. И... А второй уже запрос будет отдавать джинкс Кэши. У него рерайты есть. Вот. Это то, почему я вообще решил... Ну, это так, как бы, лирическое отступление. А как это? Ну, а как это поможет? Нам поможет так, что... У тебя будет URL определенный. Такой, уже который после рерайта. И джинкс будет определять, что... Этот запрос уже был по URL. Он получит ответ от Apache нормальный. Потому что там все отрерайтится. Положит свой кэш. Он будет смотреть URL. Если такой же URL, то он будет выдавать уже и своего кэша, а не проксировать на Apache. А откуда опаинает? Если его опросы не обновляют? Мо-трерайт в Apache. Ну, да. Только апачевский. Только апачевский. А, допустим, в WordPress не видели какую-то рандомную ссылку? А Apache-то откуда, наверное, что это? То есть, апачевский? Ну, смотри... Есть вот этот утрерайт. Знаешь, да? Что такое? Это модуль для преобразования URL. То есть, ты получаешь один URL, потом, грубо говоря, внутри системы он преобразуется в какой-то другой уже понятный веб сервер. А, то есть, ты преобразуешь URL, понятный, грубо говоря, для человека, в какой-то URL, понятный к движку. Вот. С помощью определенных правил, которые прописаны в отдельном файле. Вот. Да. Вот. Вот. Просто WordPress по умолчанию умеет... Точнее, как, с ним идут в поставки правила для перезаписи и для amotririte, которые есть в Apache только. Ааа. Ну, вот. А, все. То есть, я использовал вот такую вначале конструкцию, она не работала, потому что здесь все очень жестко, да, то есть, конкретный root, смотреть в конкретном месте. И нам нужно было выкинуть вот такую жесткость и добавить немножко к динамичности. А дальше я немножко не помню, но у меня есть шпаргалка, которая сломалась, потому что у нас нет интернета. Сейчас мы сделаем интернет. где у нас Wi-Fi. Естественно, все кэши, тот же FES содержает кэши, он работает по тому же принципу. То есть, он получает... Unjinx запоминает первый ответ, после чего уже сам выдает. Так, это то, что у нас есть. Дальше нам нужно сконфигурировать наш кэш. В папочке с Unjinx есть папочка confd, в который мы можем положить файл с расширением conf, который автоматом заинклудится. Это можно использовать, чтобы как-то экономить на... как-то разбивать на более мелкие конфиги, чтобы просто удобнее конфигурировать. Например, все, что связано с кэшем, положить в отдельный сайл. так, что-то у нас куда-то все уехало. что мы здесь делаем? Мы указываем путь до директории с кэшем. Warcache.jinx Levels указывает просто, как раскладывать файлы. В данном случае у нас создается одна директория... один набор директорий, да, на одном уровне. Они будут по 16-ричным цифрам, я не знаю, как-то от 1 до A, F, я не помню, короче. Я думаю, что этого нам хватит. Там стоит следующий уровень. Опять же, количество 16-ричных цифр, которые будут в названии директории, да, то есть там будет 1.1, там bb и так далее. Здесь название встать кэш и базовый размер кэша. 100 мегабайт, например. Что-то мне говорит, что здесь тоже косяк. Ну ладно. Inactive, то есть количество минут, через которые кэш, файл удаляется из кэша при отсутствии обращения, да, 120 минут, 2 часа, 2 часа. Максимальный размер кэша сделаем, допустим, 300. И сколько обращений к файлу должно быть, прежде чем он попадет в кэш. Указываем 1, например, с этим там через 3, хорошо 3. И теперь мы хотим протестировать конфиг. Он говорит, что ошибочка. Я думаю, что должна быть вот так. А может и нет. Я не помню. Или может быть не так. Блин. Кейс в зону статик двоеточие 100. Статик кэш это название, а 100 мегабайт это базовый размер. Боже, я не помню. Давайте посмотрим вообще, что я туплю тут. У нас же есть классный сайт документации. Ну, давайте риском добавим добылочку. И здесь собираемся. Ой. Обнатачать, ссылка должны, чт significать не так. Ловень. Еще чтобы Byl requested! Уval cherтый на нерк нас! 2000 параметров кейс зон one ты заканчивается все таки вот здесь нет так все я понял я читал от все на большая строчка все отлично хочет пример посмотрите вот раз через пробелы путь уровня зона и натив максайз это мы просто создали некий кэш виртуальный теперь нам надо указывать где его использовать лирическое отступление еще раз мы указали некую директорию разумно так как у нас жесткий диск значительно медленнее чем память создать некий виртуальный жесткий диск в оперативной памяти для этого у нас есть такая файловая система которая при монтировании автоматом кладется в память и где-то у меня это наверно было просто монтируем указывая тип файловой системы tmpfs указываем размер и в какую директорию и у меня уже создана планета директория соответственно которая нужно опять же задать владельца чтобы джинс мог писать вот она анжин хирус ансорда в отличие вопросы здесь есть понятно зачем я это сделал и как да может быть процент он же есть но по моему нет да пока сейчас я тебя пока лево мы можем наверное посмотреть в другом месте полюбку сказать секретные данные вот смотри это вот левел один да то есть видишь создали и палы создались папочки от нуля до эф то есть последняя цифра что она в каждой из них я ей т видишь там была двоеточие цифра 2 вот создались все возможные варианты названий папок из двух 16 речных цифр это просто ты описываешь структуру кэша ну то есть как будут раскладываться файлы как он выбирает куда что положить я без понятия нет так что касается именно tmpfs опять же понятно логика что просто для ускорения почему бы на если нужно кэш разрушится потеряется то это нам не страшно наши данные не пропадут просто он будет там дольше разогреваться но зато файлы будут выдаваться гораздо быстрее и после того как мы это дело примонтировали мы видим это в списке смонтированной директории эту папку мы можем добавить как и она будет автоматически монтироваться при старте системы вы больше разговариваете друг другу поднимай руку с какого момента конфиг кэша вот конфиг да здесь мы просто описали наш кэш параметры не надо там я выложу ссылочку на статью и ты все там прочитаешь просто старайся осознать да прокси кэш пас я здесь даже не знаю как 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 а ну давайте настроим чем ту же html нашу за не получится наверно окей мы писали кэш создали директорию дальше нам нужен ряд параметров которые я сейчас тоже расскажу скорее всего виртуально и показать не смогу соответственно комментируем нашу вот эту вот фигню потому что нам больше не нужно секунду до я сейчас сделаю окна кто как привык все все до банального кто как привык вим мощнее ну к нему надо привыкнуть да и я люблю более простые инструменты тем более мне этого хватает с нано вовсе не обязательно точно так же мы здесь говорим вот смотрите вот эти вот такие вот файлы и все что в фигурных скобочках действует для них здесь мы делаем прокси пас да то есть на кого проксировать это случай все-таки это грубо говоря штепи кэш да то есть это в случае если у тебя есть бэкэнд какой то в данном случае как вот это вот как раз то о чем мы говорили я постоянно забываю слово upstream да это имя upstream дальше нам нужно указать некоторые заголовки чтобы apache допустим в данном случае apache мог прочитать реальный ip то есть чтобы он писал в логине там не внутренний айпишник на котором джинк слушает айпишники реальных клиентов просто создаются дополнительные заголовки вот здесь вот мы указали имя кэша да наш статик кэш то есть теоретически можем создать несколько кэш с разными параметрами и для конкретных путей или типов файлов указывать свой кэш дальше прокси кэш кей это самая интересная штука это как бы сказать идентификатор файла который позволяет сказать что вот этот вот запрос нужно кэшировать течение идентификатор скорее запроса что как отличать два разных запроса по каким параметрам то есть реквестный метод это например пост или get если мы его уберем то пост get запросы к одному и тому же файлу например они будут кэшироваться как один запрос умолчание get и head то есть пост запроса не кэшируется что логично опять же но если мы хотим мы можем пост запрос то есть хост то есть это наш домен и имя сайта и урок который запрашивается и валидность кэша то есть сколько он будет жить вот логика понятна то есть здесь мы кэшируем статический первый запрос на эти все файлы типы файлов он все равно идет к бэкэнду потом мы его сохраняем к себе в свой кэш и уже последующие запросы идут из кэши из определенного кэши который мы описали так как здесь у нас нет бэкэнда то мы посмотрим что у нас здесь есть так и 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 да сейчас сюда окажется пустой ладно тогда снова вернемся к нашей волшебной статье конечно и так да вот тот наш кэш кей который я указывал вот он он создает файлы в которых в файле указывается грубо говоря некий идентификатор а потом содержимое файл вот как я говорил реквестом это метод get в данном случае потом там пара пропусков хост это android гисусу то есть если у нас какой-то из этих параметров отличается значит это отдельный файл и его надо закешировать да то есть грубо говоря если у нас несколько одинаковых сайтов с одинаковыми файлами но разные доменные имена у нас создаться отдельный файл в кэше и наоборот да то есть одно и то же доменное имя но разные файлы опять же отдельная запись строка она откуда берется джинс генерирует да на основе запроса вот это вот это отдельные переменные настройках инжинкса ну то есть как встроенные переменные которые можно посмотреть викин джинкса нет а теперь джинкс это прокси и он умеет проектировать по 10 пина таким образом тебя бэкэнд может быть сочи на другом континенте understand то есть тебе нужно локально хранить файлы потому что да надо то есть это не обязательно локальное все локально должно вот собственно здесь есть список встроенных перемен точно это что касается нашего любимого просто кэширование да это фактические степи каширование еще у нас есть фэстин джайк широ некоторые не настраиваю поэтому на снова обратимся к очередному сайту который мы можем кстати попробовать сейчас настроить потому что у нас там запущен печки fpn который связан с анджинкс по фэстин фэстин джайк да можно не быстро я уже не вспомню детали это ну вот совсем очень просто фэстин джайк это усовершенствованная версия с джайк через сокет проверял да с по моему от себя это нужно тебе табли тайцы быстро загублен поверим на слово википедия вообще вообще на то есть везде где есть возможность использовать фэстин джай она не требует перезагрузки веб-сервера если что-то там не так идешь что-то такое на через сокет работает ну вот опять же да тут вот супер простая такая фраза вот до основная основной смысл вместо создания отдельного процесса для каждого запроса фэстин джай использует существующие процессы чтобы поддерживать набор запрос это грубо говоря в сравнении как вот по аналогии как у апача но есть вот этот вот при форк когда для обработки отдельного запроса создается отдельный процесс есть воркер это когда у тебя один процесс порождает нити на грубо говоря и здесь то же самое фэстин джайк не заставляет каждый раз запускать отдельный процесс для обработчика он может использовать уже существующий процесс обработчика тем самым у тебя снижается воркет на запуске и убийство без понятия предлагаю вам почитать документацию по фэстин джайк это будет ваше домашнее через сетевой интерфейс чтобы не перезагружать да процесс там php не перезагружать лишний раз он запускать а так ну как бы единый интерфейс но это по сути сокет временный файл так и есть нет сокеты они создаются только для сетевого у юнекс домейн сокеты они на локальной машине они как раз таки это вот ну то же самое вен через файл только вот стандартизированный вот как бы поэтому создается один сокет и к нему и php подсоединяются и веб сервер и соответственно я ничего ну например php обработал вот да и на локальной машине один и тот же файл то есть по сути ну и все взаимодействие оно стандартизировано как сетевой для простоты так ну че же он отдельный процесс так как бы перезапускать да получил ну да получает порождение нового процесса потом смерть нового процесса так это мы все прошли джинс конфиг давайте мы его скопируем и потом разберем на я вверх у тебя ты скопируешь нет здесь нам уже пять не надо как то наш локальный нет то что я хотел что-то не сделал так 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 часть на наверно конечно удалим допустим а а так 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 ключ ключ точно так же схема реквест метод это хост это что-то связанное скорее всего с тем что кэш подвис это это отдельно блин она все переделать с даем еще еще 1 6 я 6 3 это в в в в Да, то есть незнакомые параметры вы можете прочитать в документации это два последних первые два параметра это создание кэша точно так же по аналогии с тем, что мы до этого делали и точно так же кэш-кей по аналогии с тем, что мы только что делали кей-зон вот это вот? вот это это перечисленные встроенные переменные джинсы которые при обработке запроса обновляются джинс получил запрос у него есть схема схема это по HTTP либо HTTPS то есть по какому протоколу пришел запрос тип запроса это тип HTTP запроса head, get, put и так далее пост хост это домена имя в запросе ну заголовок хост и URI это то, что у нас после косой черты путь до файла на сервере это просто идентификатор запроса скажем так нет, это используется не для того, чтобы выбрать ну, чтобы создать определить уникальность запроса чтобы нам понять какие запросы нужно кашировать по отдельности и так готово теперь поехали дальше индекс у нас есть сетский теперь отсюда надо скрипировать вот это все, блин все сложим я тут счет и давайте разберем что тут делать это такой большой обработчик но тут просто на WordPress это все настроено поэтому какие-то вещи нам, наверное, можно удалить set skip cache 0 это мы задаем собственную перемену которая называется skip cache и по умчанию ее значение 0 дальше разберемся ну, вкратце нам нужно просто понять что мы хотим кашировать а что мы кашировать не хотим соответственно, это зависит от вот этой перемены мы будем ее использовать ну, это как true или false, да? по умному молчанию у нас 0 мы можем установить 1 соответственно, если request method, да? если пост запрос мы его кашировать не хотим устанавливаем переменную единицу если если у нас есть query то есть это некий запрос видимо ну, знаете, да? что у нас в URL могут быть переданы с помощью get-a какие-то параметры ну, там, типа, как вопросительный знак Q равняется как во многих поисковиках, например там передается сам запрос если не пустой то, опять же, не кашируем не хотим кашировать какие-то вещи которые связаны конкретно с движком WordPress тоже устанавливаем единицу мы не хотим кашировать например те, кто залогинился почему? потому что FSCG каш это фактически каш динамических запросов да, то есть это то, что идет именно обработчику языка поэтому мы можем выдавать что-то стандартное не залогиненным пользователям а чтобы залогиненные пользователи могли видеть динамические обновления комментариев например, да то есть новые комментарии и они хоп обновили страничку хоп увидели поэтому нам их кешировать не надо опять же локейшн какие по умолчанию файлы пытаться открыть да, то есть это у нас уже было и дальше идет наш локейшн php который мы немножко преобразуем потому что у нас уже существует мы хотим наверное вот эти строки остальные мы хотим удалить и переложить это вот сюда окей что у нас здесь еще есть мы установили модуль для джинкса который позволяет с помощью определенных запросов очищать кэш опять же это все настроено на wordpress допустим мы добавили новую статью или изменили скорее изменили уже существующую но она есть в кэше джинкса который внешний по отношению к движку и мы хотим сбросить кэш вот фэси джай кэш и чтобы нам не перезапускать или не джинкс или не делать каких-то еще хитрых манипуляций мы хотим прямо из админки щелкнуть посылочки очистить кэш естественно он делает определенный запрос модуль у нас есть и вот здесь описание как раз для модуля который для очистки немножко наверное путано понятно или постараться переобъяснить отдельная штука смотрите на перечисленные статические файлы и здесь мы отключаем введение логов для обращения к этим статическим файлам потому что логи это запись на жесткий диск а жесткий диск медленный это дополнительные микротормоза при большой нагрузке это нам может сэкономить много ресурсов соответственно точен также к робот текста и мы отключаем доступ к логам доступ к чему-то сейчас мы скажем и здесь мы уже в нашем локейшне который описывает обращение к php файлам мы обращаемся на вот как раз по сокету индекс файл параметры здесь мы говорим что если у нас переменная скип кэш соответственно единичка то мы пропускаем кэш да или там и вообще не кэшируем да но кэш в остальных случаях мы пользуемся кэшем с названием wordpress который содержимое которого валидно в течение час вот это первое вот это мы вот по пути мы изначально задали переменную как ну блин как же она скип кэш равный нулю и для определенных запросов мы ее устанавливаем равна единице да в зависимости от этого соответственно у нас есть две не кэшировать да но кэш и байпас проходить сквозь кэш грубо говоря да то есть даже если в кэше что-то есть то мы не берем из кэша а как бы пропускаем его да в обход давайте попробуем и конфиг как ни странно нормальный видите появились еще процессы джинкса которые именно отвечают за кэширование а если у нас конфиг я хочу допустим кэшировать хтмл ну оно да будет по идее кэшироваться потому что только печь пида у нас не кэшируется и определенные какие-то другие случаи кэширование а у нас печь пик раз должно кэшироваться и у нас где-то тут была штука которая ему закрыл мэширование нам нужно vxpd есть Я не знаю, закешировалось оно или нет, давайте попытаемся это дело выяснить. Похоже. Тогда попробуем посмотреть. Это было давненько. Как андебажить кэш? Да. Один, по-моему. Так, я вижу, да, что его. Так, давайте попробуем. Если у нас вот такая штука. Так, давайте попробуем. Еще другой вариант. Давайте это вообще. Так, давайте попробуем. Так, там путь такой был. Давай посмотрим. Варт, блин. Я жрали менял, но меня плохо менял. Так. 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 Хм-м-м-м-м-м-м! Т. как включить дебаг познать как вариант дебаг как-то супер-сураво и а леди а похоже не бак либо можно она попал к шейбл 0 короче типа не надо кэшировать но это сет то есть он мой как бы ставим то есть может упростим наш логик сколько там мы еще нашему можно до 5 качество это фигня пусть она будет но пусть она ни на что как бы не влияет эти две строчки вам нифига смотри сам файл кэш экзист боилась директория вот наш файл хотим вот наш ключ до который получился это как мы говорили http тип get хост пиры там сложно ну давайте да просто сделаем и сделаем допустим так и типа ничего не изменилось и видимо он просто x power by заголовок он тоже за кэшировал на вот поэтому мы видим как будто бы нам все-таки пич пича там ответить можно смотри вот сейчас вот мы убрали тот предыдущий кэш и и сейчас кэшируется именно пич пи а картинки тоже отдельный файл картинка именно код результирующий код тяга кшируется сейчас результат работы пич пи скрипта картинка не является результатом работы пич пи скрипта а это отдельный файл он не интегрирован естественно хорошо чем тем что результат отдаёт sanjinx и видимо мгновенно понятно что это одна и та же машина да и там 2 миллисекунды время ответа но в любом случае где можно использовать ну понятно когда у вас высокая нагрузка либо когда ожидается высокая нагрузка то есть вы знаете что вы там сейчас разместите рекламу или там вы напишите статью на хабре вот и вам нужно выдержать эту нагрузку ну и что что там будет страница не будет обновляться грубо говоря какое-то время или вообще не будет обновляться вы делаете у вас nginx полностью отдает все сам ничего не нагружает делает это быстро эффективно вот естественно так как в данном случае фасиджай каширование это именно динамических ответов то вам нужно дополнить это кашированием картинок либо не кашированием если у вас какие то простые простая система вы можете как я в начале показывал просто натравить nginx на определенные файлы которые лежат в определенной директории и тогда nginx будет сам отдавать картинки сам отдавать результат работы скриптов чем ну и картинки просто если у вас просто nginx создает картинки он их читает все таки с диска поэтому если вы хотите чтобы у вас вообще все 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 быстро работало то желательно все 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 положить в оперативную память ну 32 гигабайта оперативы хватит всем пока что ну грубо говоря конечно кому то и не хватит вот такие дела так как мы уже давно говорим точнее я много говорю то я думаю что мы на этом закончим и если у вас есть какие то вопросы по теме то я готов ответить нет ровно потому что он джинкс не этого не использует потому что их изначальной целью была все таки максимальная скорость и это все таки в своей основе это все таки прокси вот поэтому у них нет динамической обработки реврайтов естественно есть язык реврайт свой но он именно в конфиге то есть тебе нужно релодить сервер чтобы он прочитался этот конфиг да то есть ты можешь динамически менять но пока ты не перечитаешь конфиги ты не получишь изменений он при запросе он при запросе проходит по папкам ищет все эти htaccess их исполняет это удобно но это долго кроме инжинкс кто не додумался до каширования или только их фишка конечно есть вот у меня просили рассказать но я не добрался есть такая система в этот парк парниш кэш это отдельная система которая видимо удобно да то есть она удобна для определенных случаев когда тебе нужно здесь кэшировать и здесь не кэшировать грубо говоря то есть часть кода кэширует, а часть кода не кэширует по идее как то можно но в варниш видим более специализированное решение то есть это не веб сервер а именно такая система для кэширования чем акселераторы кэшируют например xcash нам кэш отличаются от настройки кэширования в инжинкс с чем в инжинкс кэширует у тебя вообще финальный результат да то есть грубо говоря html оп кэш кэшировщик кэшеры оп кода они кэшируют промежуточный результат выполнения php кода то есть php код в начале это просто текст да потом он преобразуется в промежуточный байт код грубо говоря свой который называется оп код у них и уже он интерпретирует выполняется да то есть в начале это как с джавой только динамически да то есть джава у тебя преобразуется в байт код ты можешь его распространять уже да такое полукомпилированное состояние если можно так выразиться а здесь это делается на лету у тебя преобразуется текст в байт код байт код исполняет оп код исполняется оп код кэшеры соответственно кэширует вот это промежуточное состояние в случае поступления повторного такого же запроса тебе не нужно нужно проводить преобразование из текста в оп код у тебя уже есть готовый оп код вот то есть просто разные уровни кэширования на разных уровнях разных немножко вещей а Ginex быстрее тем что все таки тебе совсем ничего не надо интерпретировать у тебя уже готовый результат да но это плохо сочетается с динамикой да то есть ну вот еще вопрос окей вопросов больше нет смотрите у меня есть тема я недавно занимался тем что разбирал как мне автоматизировать установку Ubuntu то есть это пресид файл и пара еще дополнительных параметров для установщика Ubuntu если вам это интересно мы могли бы в следующий раз разобрать это дело а реврайтов реврайтов конкретно по ну я не думаю что имеет смысл делать занятие по отдельно по реврайтам потому что просто можно почитать документацию да то есть такой ну это важная вещь но как бы она такая я бы даже я бы даже пришел ну что послушать про fcf файл она прикольная да ну давайте в следующий раз тогда сделаем и если хотите где-нибудь через раз можно я попытаюсь поковыряться с этим варнишем например и рассказать вам интересно все тогда договорились у нас вот такой короткий план спасибо спасибо спасибо